Всем привет! С вами Юрий и канал Нью-Джерси ТВ. Как обычно это видео ну ни о чем, ну собственно как и практически все видео на этом канале. Что я вам хочу сказать? Интересно, вот я перезалил видео с башней, с новой башней торгового центра, всемирного торгового центра в Нью-Йорке и возможно кто-то конечно узнал его, что вы его видели там полтора, два с половиной года назад, но узнали не все и я смотрю даже, даже старые зрители, вот люди которых я даже вот реально запомнил, потому что пишут комментарии, довольно много лет пишут комментарии и говорит, как же ты такой материал значит лежал так долго и почему только сейчас выставил, то есть вот даже те кто подписан так сказать на канал давно и то не все видосы смотрят, а оказывается интересный видос то был, вот так что ребята видос то был перезалив, так вот в связи с этим знаете что я решил, я придумал значит такую вещь, ну все просто. Как я уже в принципе почти делал, уже почти каждый месяц я так и делаю, я так и буду продолжать. Последний день каждого месяца на канале будет выходить какой-нибудь жесткий баян, перезалив, потому что далеко не все смотрят все видео, а те кто недавно допустим присоединился, так те вообще редко куда-то далеко, куда-то зарываются в канал в старые видео. Ну так вот, значит повторение мать учения, каждый последний день каждого месяца, то есть последний день каждого месяца у нас будет повторение, у нас будет перезалив, последний день месяца это день баянов, то есть либо 30-е, либо 31-е число месяца, ну в редких случаях 28-е, а еще более редких 29-е, в общем вы поняли. Так что будем заниматься перезаливками, ну и новое что-то конечно снимать буду, я вообще решил снимать гораздо меньше каких-то видосов в дороге, ну как бы снимать я их все равно буду, но просто не так много, как может быть было раньше. Собственно говоря уже два года, как я не езжу далеко на работу, поэтому конечно уже видосов-то в дороге стало меньше, но я все-таки хочу вот снимать какие-то путешествия, куда вот мы поехали, что посмотрели, ну вот как вот этот видос про гостиницу, да, про мотель в железной дороге, вот это было мне кажется на мой взгляд интересно и вы знаете как всегда, если видео не провокация, если видео не там не с политотой или политотой, как правильно, ну оно как всегда набирает мало просмотров, что собственно в принципе все равно, на самом деле, то есть кому посмотрели те, кому действительно было интересно посмотреть, это тоже хорошо, это тоже неплохо, вот смотрите, выставил видео про телеграм, да, там что-то, ну точно больше 4000 человек посмотрело, посмотрело, следующее видео про путешествия, вот про гостиницу, там всего лишь 2000 еле-еле вот за неделю набежало, то есть вот так, то есть, ну это я уже давно-давно вижу, что людям нужно обязательно какое-то дерьмо в уши лить, вот тогда, если у кого-то бомбить, то есть если ты какую-нибудь политическую сторону чью-нибудь берешь и за это топишь, вот тогда начинается бомбежка реально, и начинаются там все эти просмотры на ютубе и в других соцсетях, а если у тебя какая-то мирная тема, то заинтересованных людей, конечно же, конечно же, гораздо меньше, то есть, ну почему-то, то есть люди любят негатив, злость, ну поэтому ладно, раз вы это любите, ребят, иногда будем добавлять, не зря же второе название этого канала, канал зла и негатива, вы же помните, так что будем добавлять вам иногда и негативчик, но вообще я негатив не люблю, я люблю, конечно, когда бомбит, так сказать, но не очень, не очень часто, понимаете, все-таки, все-таки как-то вот какой-то злости, как-то не хочется, так что вот такие дела, между прочим, вот все вот сейчас говорят про этот Телеграм, да, ну меня это не обошло, тоже, мол, Телеграм там блокирует Роскомнадзор и все такое, да, Телеграм, Телеграм, Телеграм. Вы знаете, у меня пришла, ко мне уже пришла совершенно другая мысль про Телеграм. Если бы это действительно было чем-то, каким-то секретным методом переписки для людей, его бы потихоньку старались блокировать и не было бы это все там в новостях, в официальных новостях, это бы все так не афишировалось. Но посмотрите сами, когда, когда властям, ну сейчас, вы уж извините, я снова сейчас про Россию скажу, когда российским властям хочется что-то скрыть, хочется, чтобы люди о чем-то не знали, они не будут это там по федеральным каналам, по телевизору гнать, да, а тут наоборот, из каждого утюга про этот Телеграм, как его не могут заблокировать, какой дуров молодец, что он всех, короче, сделал, да. Вы знаете, ребята, уже появляются мысли такие, что, возможно, Телеграм это давно сидит уже под колпаком НКВД, ой, извините, ФСБ, потому что иначе бы его вот так вот не рекламировали. Это же какая огромная реклама ему сейчас получилась. Скорее всего, это вообще рекламная кампания, чтобы все только этим Телеграмом начали пользоваться, потому что, скорее всего, давно ФСБ его читает, и все там, короче, все давно схвачено. И так же, как и этот ВКонтакте, это просто оплот ФСБ, вот точно так же, скорее всего, и Телеграм уже давно захвачен. И поэтому со всех углов вам его рекламируют, какой он крутой, что его так и не могут заблокировать. Вот так, ребята, а вы что думаете по этому поводу? Я ничего не утверждаю, я лишь поделился с вами вот так вот мыслями, как есть, знаете, и вот во мне пришли такие мысли, что-то здесь не так. Расскажите мне, может, у вас какое-то другое мнение по этому поводу. В общем, я жду ваших комментариев. Сегодня, кстати, у нас понедельник, сейчас время почти полдень, но я сегодня, как видите, работаю из дома, да, у меня сегодня не выходной, я работаю из дома. Ну, мне нужно было съездить, отлучиться на часок там по делам, собственно, поэтому я и работаю из дома. Сейчас вернусь обратно домой, в мой офисный угол такой, там у меня дома, в углу, где у меня именно мое офисное оборудование стоит, ну и пойду там дальше отвечать на электронные письма. Такая вот работа из дома. Вообще классно, когда есть, конечно, такая свобода. Так, только я хотел еще, вы знаете, что, я хотел еще, вот чувачки даже решили побежать немножко, чтобы я не ждал. Ну, молодцы. Я хочу еще вот туда доехать. Мороженого захотелось, вы знаете. Вот там вот есть в самом-самом углу, я не знаю, открыт он или нет. Вы все видели это место здесь, вот алкогольный магазин у нас, что там еще, долларовый магазин, где все якобы по доллару продается. Вот, стрижка здесь, пицца. А я хочу вот посмотреть, может быть оно открыто? О, оно открыто. О, отлично, оно, оно открыто, это место. О, вот я хочу мороженого. Температура на улице 50 Фаренгейта, что ровно 10 Цельсия, не так уж много. Но вот что-то вот захотелось мне мороженого, вы знаете. Поэтому сейчас я, сейчас я пойду и немножечко тяпну. Вот это место. О, это что за пылесос? Это что за этот? Ассенизатор едет, вот это место. Тут не сильно как бы адекватные цены, но я хочу просто немножко поесть мороженого. Знаешь, что, ребят, вот такие вот дела. Что еще могу сказать? Да, наверное, все. Этот ассенизатор сюда приехал. Что это ассенизатор или нет? Что это такое? А, что-то для временного чего-то. Ну, короче, значит, возможно, да, возможно, это какая-то откачка. Кто-нибудь знает, что это такое? Просто выглядит как ассенизатор. Но, правда, шланг у него тонкий. У ассенизатора обычно толстый шланг. Ну, в общем, посмотрим, друзья. Все. Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся в следующих видосиках. Пока-пока, господа.